Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Партнер программы – компания «Вятич». Сделано в Вятке. Да, это программа «Сделано в Вятке». Добрый день, меня зовут Владимир Сметанин. Сразу же обозначу тему сегодняшней передачи от Вятского публичного музеума Кировскому областному краеведческому музею «Путь длиной в 150 лет». И сегодня у меня в гостях Михаил Судовиков, директор Кировского областного краеведческого музея, доктор исторических наук, профессор. Михаил Сергеевич, добрый день. Добрый день. Безусловно, поздравляю с этой круглой датой, со 150-летним юбилеем краеведческого музея. Спасибо большое. Слежу за новостями, которые постоянно поступают. Всевозможные мероприятия и научные конференции проходят, и вас уже первые лица области не только поздравили с этой датой. В общем, огромное количество мероприятий уже прошло, и еще многое впереди. Давайте вот мы пройдемся по основным моментам, как будет отмечаться 150-летие нашего краеведческого музея. Ну и, безусловно, об истории тоже сегодня в нашей исторической программе поговорим. Вот буквально, да, накануне научной конференции? Да, только что у нас закончилась очень большая всероссийская научно-практическая конференция. Ну, в целом, я скажу сначала о наших мероприятиях. У нас год юбилейный, 150 лет, поэтому все выставки, которые организуются в нашем музее, они проходят под эгидой юбилейного года. И, ну, понятное дело, что есть какие-то центральные мероприятия, куда мы приглашаем ученых, приглашаем наших коллег, музейных работников из других регионов. Вот, и такое мероприятие у нас только что прошло. Это была всероссийская научно-практическая конференция, которая называлась «Краеведческий музей. История, коллекция, люди». Мы не ожидали, что поступит такое большое количество заявок. А, то есть вы не рассылали приглашения, а просто... Мы рассылали информационные письма, ну, информационные письма выставляли на сайтах. Причем, ну, музейное сообщество очень тепло отнеслось к нашему юбилею. Вот, и, ну, например, информационное письмо нашей конференции на своем сайте поместил исторический музей. Ну, и так, потихоньку о том, что мы в Кирове проводим вот такую конференцию, узнали коллеги. И мы получили 150 заявок. У нас было представлено 30 регионов Российской Федерации и Республикой Беларусь. И подавляющее большинство иногородних участников к нам приехали на конференцию. Мы очень рады были всех видеть. И у нас прошло сначала пленарное заседание, как обычно бывает на научных конференциях. Ну, соответствующий регламент, да, есть. А потом были секционные заседания. И на пленарном заседании мы зачитали письма, которые пришли, значит, на конференцию. Ну, вот одно из писем, например, было от директора Государственного Эрмитажа, президента Союза музеев Михаила Борисовича Петровского. От него мы получили два письма. Одно письмо – приветственное обращение к участникам конференции. А второе письмо – это обращение по случаю юбилея. И вот в первый день работы конференции у нас в Большом читальном зале Герценке состоялся торжественный вечер. Как раз вот там была возможность нас поздравить, и коллег, ну, были коллеги из Республики Татарстан, из Казанского Кремля, ну, из других музеев-заповедников. И, в общем-то, мы рады были всех видеть. И то, что мы собрались в библиотеке Герцена, это тоже символично, потому что Краевический музей начинался именно при библиотеке. В 1866 году Петр Владимирович Алабин открывал музей… На котором мы сегодня еще поподробнее поговорим, да, безусловно. Да, да, открывал музей как раз вот в здании библиотеки на улице тогда Копанской, сейчас Герцена, ну, то есть вот в той исторической части библиотеки, куда все мы с вами ходим. Вот, и первый день работы конференции у нас прошел там, а второй день мы уже проводили на наших музейных площадках, ну, были задействованы и диорамы, и музей воинской славы, вот, другие наши музейные площадки. И в течение второго дня мы обсуждали проблемы, связанные с развитием музейного дела в Российской Федерации. Ну, в том числе, конечно же, рассказывали и о нашем опыте музейной работы, опыте громадном, уникальном. Мы пригласили наших ветеранов, были у нас ученые, вот, и в целом состоялся, на мой взгляд, очень плодотворный разговор. И в конце вот мы провели обсуждение результатов нашей работы, и как раз вот мы приняли резолюцию, один из пунктов, который гласил то, что было бы неплохо, чтобы в нашем городе появился памятник Петру Владимировичу Алабину, основателю музея. Эта резолюция, она кому-то конкретно адресована? Ну, эту резолюцию мы разместили на сайте музея. Вот, сейчас мы будем по ней работать, и, ну, соответственно, будем обращаться с предложениями, вот, и к потенциальным нашим инвесторам, вот, и, ну, в целом будем привлекать круг всех, ну, заинтересованных лиц. А место установки? Уже подумали об этом? Ну, тут предстоит, в общем-то, комплекс, я думаю, мероприятий. Надо подумать, где бы мог разместиться этот памятник. Ну, безусловно, это должна быть историческая часть города. Вот, ну, возможно, где-то и на улице с Паской, поскольку это у нас пешеходная зона. Но в то же время, ну, вот этот вопрос требует, там, дополнительных проработок. Я думаю, и горожане могли бы высказать там свое мнение. Кстати, 10-го ведьмая, 120-летие будет со дня смерти Петра Владимировича. Да. Тоже такая круглая, но печальная дата. Петр Владимирович Алабин родился в 1824 году, а скончался в 1896 году в городе Самаре. И, ну, Петр Владимирович Алабин, это человек масштаба общероссийского. Ну, давайте уже поподробнее. Да. Вот, он был основателем целого ряда музеев. Но первый музей Петра Владимировича был основан все-таки в Вятке. В 1869 году Петр Владимирович Алабин стал инициатором основания еще одного музея, который тоже работает в настоящий период. Это музей Черноморского флота, ну, сейчас Российской Федерации, музей обороны Севастополя. И, ну, было не случайно, почему именно Петр Владимирович вышел с инициативой об основании такого музея, потому что сам Петр Владимирович был участником Крымской войны 1853-56 годов. Он был военным, поясню. Да, он был военным, хотя, ну, у него очень интересная ведь биография. Он из семьи военного. Да, он из семьи военного, но образование он получал в коммерческом училище и учился на бухгалтера. И в жизни Петра Владимировича Алабина был такой очень яркий эпизод. Коммерческое училище посетил Николай I. И во время его посещения Петр Владимирович попросил царя, чтобы его определили на военную службу. Видимо, проучившись какое-то время, он понял, что неправильный выбор сделал в своей жизни. Ну, мне кажется, Петр Владимирович Алабин был, ну, таким еще человеком патриотически настроенным. Да, вот, и он был дворянином. А для каждого дворянина было честью пройти в воинскую службу. Вот, и Петр Владимирович Алабин, таким образом, ну, более десяти лет проходил военную службу. И вот участвовал в обороне Севастополя. И, кстати, вот тоже не все об этом знают, Петр Владимирович Алабин ввел дневники. Вот, и эти дневники он позже опубликовал под названием «Походные записки». И вот первая публикация этих дневников была осуществлена в нашем городе, в городе Вятке, в 1861 году. То есть уже наша губернская типография напечатала? Да, это было напечатано в нашей типографии. Вот, Петр Владимирович Алабин, ну, уже после того, когда ушел в отставку, был определен на службу в наш город. Вот, он приехал сюда для работы в удельном управлении. И сначала был помощником управляющего вятским удельным имением. Современный Советск. Кукарка? Вот как он с кукаркой связан? А с кукаркой он был очень тесно связан, потому что, ну, вот, главная контора удельного имения располагалась в губернском центре, а само удельное имение было разбросано по вятской губернии. И часть земель вот удельного имения как раз находилась в кукарке, в современном Советске. И Петр Владимирович Алабин был еще и основателем библиотеки в кукарке. Сейчас это районная библиотека, да, города Советска. Но вообще человек был очень-очень разносторонний. Куда не пожалует, везде что-то, начинание какое-то, да? Да, кроме того, Петр Владимирович Алабин был одним из первых археологов вятского края. И в целом археология в XIX веке только развивалась. И в Елабужском уезде Петр Владимирович Алабин производил раскопки и открыл ананинскую культуру. Это термин ананинская культура. Это вообще первые на тот момент раскопки? Ну, стационарные раскопки вот на территории вятской губернии, это были действительно первые. Это были первые раскопки. И, ну, тоже такая вот очень интересная история, связанная с этими раскопками. Петра Владимировича Алабина пригласил на раскопки городской голова Ивана Васильевича Шишкина. Городской голова города Елабуги. Иван Васильевич, это был отец будущего известного художника Ивана Ивановича Шишкина. Иван Васильевич был человеком, ну, тоже очень разносторонним, неравнодушным к культуре. И ему крестьяне приносили находки со своих полей, находки каких-то древних предметов. И вот Шишкин написал письмо Алабину, и Петр Владимирович Алабин сразу же откликнулся. Вот, и он произвел, в общем-то, первые раскопки. И вот как раз те материалы, которые обнаружил на раскопках Петр Владимирович, впоследствии и легли в основу вятского публичного, ну, как тогда называли, музеума. Сейчас Кировского областного краеведческого музея. Ну, почему музеум, музеум, ну, по-немецки, музеум, музей, то есть просто взято было немецкое слово. Да, было взято немецкое слово, а вот, ну, позже оно сохранялось, в принципе, оно прижилось на русской почве. А вот самые-самые первые экспонаты, которые появились в этом музеуме. Вот очень-очень интересный вопрос. Хотя мы и говорим, что музей основан в 1866 году, но подготовка к основанию музея велась на протяжении длительного промежутка времени. И вот наряду с Петром Владимировичем Алабином мы можем назвать еще одно имя человека, который стоял у истоков нашего музея. Это Александр Иванович Герцен. В 1837 году Александр Иванович готовил выставку естественных и искусственных произведений Вятской губернии. Эта выставка готовилась к приезду наследника престола, будущего императора Александра II. И впоследствии после выставки часть экспонатов была возвращена их владельцам, а другая часть экспонатов хранилась в губернском правлении. И как раз Петр Владимирович Алабин обнаружил эти экспонаты. И эти экспонаты наряду с теми собраниями, которые принял Петр Владимирович, составили первую коллекцию Краеведческого музея. Причем, известно, численность первой коллекции была уже очень-очень большая. А что это за вещи? Около 7 тысяч музейных предметов. То есть, опись существовала и сохранилась? Да, есть опись. И первая коллекция у нас называется «Алабинский музей». То есть, ко всем этим вещам прикасалась рука Петра Владимировича Алабина. Это, прежде всего, археологические предметы, о которых мы с вами говорили. Это всевозможные наконечники стрел, которые были обнаружены, и остатки глиняной посуды. Это были и предметы, которые производились, предметы промысла в XIX веке. Это и изделия из дерева, изделия из капа, корни. Они были представлены на выставке и тоже, в общем-то, вошли в первую коллекцию. И Петр Владимирович Алабин провел очень большую еще собирательскую работу. Он обратился ко всем любителям старины. Причем на обращение Петра Владимировича Алабина откликнулся даже Александр II. И вот первая коллекция включала в себя 645 минералов. Это горные породы, которые были высланы из Горного университета по просьбе Александра II. И вот эту коллекцию минералов в количестве 645 мы считаем подарком Александра II Вятскому публичному музею. И Петр Владимирович Алабин, он очень вел широкую переписку. И благодаря ему как раз... Где просил, да? Как раз присылать, присылать, пополнять. Да, просил присылать, пополнять коллекции. И из документов известно, что в 1866 году, и вот на первом этапе своего развития, музей занимал весь второй этаж библиотеки. Там было 8 комнат, и все эти комнаты были заполнены музейными предметами. Открытие музея проходило очень торжественно. Петр Владимирович Алабин выступил с блестящей речью. Но речь эта носила больше отчетный характер. Он рассказал о тех предметах, которые к нам поступили, о первых коллекциях. И рассказал о своем видении музея. Можно я процитирую? «Почти трехлетние усилия местного общества уменьшались успехом. Новый светоч науки затеплился в глуши северо-востока России». Да, это слова Петра Владимировича. В том числе он эти слова произнес на открытии музея. Да, он произнес эти слова. И очень важно, что был выбран правильный вектор работы музея. Это научное направление. То есть для Петра Владимировича Алабина музей — это храм науки и искусства, как он говорил. И, в общем-то, научная работа музея стала вестись изначально. С началом работы нашего музея связаны многие такие вот очень интересные эпизоды. Например, одним из первых посетителей нашего музея был будущий художник Виктор Михайлович Воснецов. Он учился в духовной семинарии и купил годовой билет на 1866 год. Это зафиксировано в документах. И в течение всего года он мог по этому билету посещать экспозицию. С современным языком выражаясь, абонемент. Да, это был своеобразный абонемент. И через два года Виктор Михайлович уехал в Академию художества. И мы можем, наверное, с полным основанием предполагать, что для Виктора Михайловича музей стал такой своеобразной школой эстетического воспитания. Источником вдохновения. Источником вдохновения, приобщения к истории. И не случайно, что историческое направление в творчестве и Виктора Михайловича, и впоследствии Аполлинария Михайловича очень ярко прослеживается. Так что влияние музея было очень-очень большим. Точно так же музей оказал очень большое влияние и на будущего писателя Александра Степановича Грина. Он был тоже одним из посетителей музея. И об этом мы узнаем уже из его записок. Александр Степанович разработал программу своей автобиографии. Там был один из пунктов музея. Музей. Обязательно посещает. Да. И тоже можем предполагать, что Александр Степанович был человеком неравнодушным и к истории, и к музейному делу. Дело в том, что у музея были разные периоды истории. В 80-е-90-е годы музей был передан земству и располагался в земском училище, где как раз и учился Александр Степанович Грин. И, собственно говоря, все обучающиеся могли посещать музей. Хотя это был не самый лучший период в истории музея. С чем это было связано? Ну, с отъездом Петра Владимировича Алабина. А ведь вскоре он как раз и покинул наш город. Как раз в 66-м. Да, он вскоре уехал. В Самару. Да, уехал в Самару, где, кстати, он тоже основал краеведческий музей. И, в общем-то, вот три музея, три музея, у истока в которых стоял Петр Владимирович. Музей испытывал определенные финансовые сложности. Ну и потом долгое время не находилось человека, который бы также загорелся идеей работы музея. Ну, музей продолжал существовать. Можно было осматривать его коллекции. Но хотя вот он потихоньку-потихоньку умирал. А вот о чем мы с вами раньше говорили, да, о купечестве. Купечество оказывало какую-то поддержку музею, меценаты? Ну, купечество, да, оказывало. Но, понимаете, вот для того, чтобы оказывалась какая-то поддержка, должна быть инициатива. А если не было инициативы, то, ну, соответственно, помощи было ждать, наверное, неоткуда. Ну, в начале XX века музей стал постепенно развиваться. И тогда музеем очень плотно занимался Николай Васильевич Рудницкий, будущий очень известный селекционер. И, в общем-то, он очень много сделал для сохранения музейных коллекций. Ну и следующий этап был связан уже с советским временем. Вот. Музей приобрел несколько иные функции. И, начиная где-то с 20-х годов, музей крепко встал на ноги, получил новое помещение. Ну, вот одно из ранних помещений нашего музея в первых советских лет – это было здание бывшей городской думы. Этого здания, к сожалению, сейчас нет. Это географически? Где сейчас можно его определить? Оно располагалось напротив старого здания художественного музея. Адрес у этого здания до 60-х годов, здание в 60-е годы было снесено, был такой – Карла Маркса 65. Вот это здание снесли в связи с… Перекресток Карла Маркса с Пасской. Да, Карла Маркса. Театральной площади Московской. А, Московской все-таки. Да, Московской. Вот. И здание снесли, когда строили корпус политехнического института. Вот оформлялась театральная площадь, и вот это здание, оно просто-напросто не вписалось. И очень жалко. И вот там располагался Краеведческий музей до 1935 года. А в 1935 году музей переехал в здание бывшего благородного собрания. Вот. В этом здании работал другой музей – музей революции. Перекресток, соответственно, с Пасской и Лениной. С Пасской и Лениной. И Лениной сейчас. Да, и вот в 1935 году объединились музей революции и Краеведческий музей. Вот. И Краеведческий музей стал работать вот в этом здании, где он и работал до 1993 года. Скажите, с приходом Советов, власти Советов как-то, не изменилась ли позиция как-то, не знаю, отмести, отрубить вот то царское прошлое? Как-то нашло это отражение в коллекции музея? Да. Ну, в коллекции музея предметы, они как хранились, так и хранились. Но в экспозиции, в выставках, ну, естественно, показывались завоевания октября. Если речь шла о прошлом, то в основном в негативном свете. Вот. Ну, главная задача музейного работника заключается не только в экспонировании, а в хранении. То есть мы храним для потомков, да, вот. И наши сотрудники первых лет советской власти, конечно, очень-очень много сделали. Вот. Для того, чтобы сохранить, собрать. Ведь, ну, шёл ещё такой процесс, вот, в 30-е годы, когда разрушались храмы, вот. И церковные колокола, церковные имущества передавались в музеи. И тут музеи, на мой взгляд, сыграли очень большую роль в сохранении нашей старины. Вот. Ну, поистине настоящих шедевров истории и культуры Вятского края. Причём, ну, в 30-е годы был тоже такой очень интересный эпизод. Организована выставка, куда выставляли церковное имущество. И по воспоминаниям современников верующие приходили в музей к своим почитаемым иконам, молились. Ну, в скором времени об этом узнали власть, власти, да, вот. То есть музей превратился в некий такой храм. Вот. Эту выставку прикрыли. Ну, вот такой вот эпизод был довольно интересный. Ну, и то, что вот музей сохранил всё это, да, вот это, конечно, очень-очень. А сейчас этой церковной уторью, в том числе с иконами, их судьба? Ну, они находятся на музейном хранении. На музейном. На музейном хранении. Ну, дело в том, что, видите, очень многие иконы и колокола имеют свою очень длительную историю. Ну, скажем, колокол, которому уже 200 лет, ну, использовать в настоящее время невозможно. Просто-напросто уже, ну, износился и металл, да, и музей здесь выполняет свою функцию. Ну, то же самое и иконы, там, раннего периода, они тоже нуждаются в особой сохранности, и здесь музей обеспечивает вот это. А русская православная церковь как-то может претендовать на эти вещи? Ну, попросту говоря, не просят вернуть, что ли? Ну, такие обращения были. Мы пытаемся эти вопросы, естественно, ну, каким-то образом отрегулировать, вот, и, ну, пока не было каких-то вот таких обращений в резкой форме, вот, понятное дело, что тут, я думаю, ну, надо приходить к какому-то компромиссу, вот, и в то же время мы, ну, активно взаимодействуем с православной церковью, проводим совместные выставки. И я думаю, что в дальнейшем работа, ну, вот, в таком направлении должна у нас строиться. Я предлагаю сейчас прерваться, у нас реклама традиционная в середине часа, я напомню, что эта программа сделана в Вятке, и мы беседуем с Михаилом Судовиковым, директором Кировского областного краеведческого музея, доктором исторических наук, профессором, и сегодняшняя наша тема – это 150-летний юбилей нашего краеведческого музея. Реклама. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Партнер программы – компания «Вятич». Продолжается «Сделанное в Вятке». Кстати, партнер программы – компания «Вятич» поздравляет всех нас с наступающим великим праздником, с Днем Победы, ведь в определенном смысле традиционный ржаной квас можно считать напитком победы. Не секрет, что во время войны наши бойцы квас пили, он поставлялся на фронт, в том числе поставлял на фронт и наш завод. Квас был незаменим, в том числе и в госпиталях, где наши солдаты восстанавливались после ранений. Квас был настоящим лекарством. Но если уж заглядывать вглубь истории, то еще во времена Петра Великого, если не ошибаюсь, квас стал таким регулярным напитком для воинов. А уже в веке XIX великий наш ученый Дмитрий Иванович Менделеев настоятельно рекомендовал больным употреблять по полтора литра квасов в день. Это тоже считалось лекарством. Ну и завод Вятича продолжает сохранять славные национальные традиции квасового варенья и поздравляет нас с Днем Победы. Кстати, к Дню Победы вы что-то... Да, и вот вы заговорили о Вятичеве. Мы когда проводили нашу конференцию, очень благодарны, что компания Вятич откликнулась. И как раз вот вятский квас мы предлагали нашим гостям. И мы очень благодарны Вятичу и благодарны также компании «Глобус», фирме «Вятка ЦУМ», «Вятской торговой промышленной палате». Ну это вот те современные меценаты, которые помогают развитию культуры, помогают нашему музею. Вот пользуясь случаями, я просто выражаю свою благодарность вот этим компаниям. К Дню Победы что-то особенное приготовили? Да, у нас работают выставки. Сейчас открывается выставка в Диораме, посвященная Великой Отечественной войне. И Музей воинской славы, там у нас и в постоянной экспозиции целый раздел, посвященный войне. И там у нас в Музее воинской славы работает очень интересная выставка под названием «Солдаты в белых халатах». Эта выставка рассказывает о военных медиках. И тоже она является одним из наших юбилейных мероприятий в год 150-летия музея. Давайте еще пройдемся по тем мероприятиям, которые запланированы на этот год, чтобы проинформировать наших слушателей, привлечь внимание. Ну вот есть у нас такой проект, тоже очень интересный книжный проект. В конце года мы собираемся презентовать новую книжку, которая будет называться «150 фактов из истории Кировского областного краеведческого музея». В честь 150 лет. 150 лет и 150 самых ярких фактов. А давайте мы озвучим. Можем озвучить какие-то самые яркие? Ну, мы, собственно говоря, об этих фактах сейчас сказали. Ну, вот отдельный факт — это открытие музея. Оно состоялось 22 января 1866 года или 3 февраля по новому стилю. Мы поместим речь Петра Владимировича Алабина, как тоже такой очень интересный факт нашей истории. Ну и потом, вот основная идея этой книги заключается в том, чтобы показать, как развивался музей. И вот мы заговорили о 20 веке, и сейчас говорят, что у нас музейный бум был в истории нашего краеведческого музея, ну и в целом в нашей музейной истории такой период, когда музеи открывались один за другим. И вот этот период пришелся на вторую половину 20 века. В 1968 году у нас открылся музей Салтыкова-Щедрина, литературный музей. Причем мы гордимся тем, что именно у нас в Кирове открылся первый мемориальный кабинет Салтыкова-Щедрина. То есть до открытия нашего музея такого кабинета нигде не было создано. Вот. Затем в 1977 году у нас открывается Диорама. Вот в следующем году у нас будет юбилей Диорамы 40 лет. Тоже будем к этому событию готовиться. И в 1977 году у нас открывается музей Вятский народные художественные промыслы. Это приказная изба. То есть в следующем году тоже будет юбилей вот этого нашего музея. Затем в 1980 году, то есть буквально через три года, открывается музей Александра Степановича Грейна. Сейчас это у нас литературный отдел, который состоит из двух музеев. Музея Салтыкова-Щедрина и музея... Да, я пояснил нашим слушателям, это все Кировский областной краеведческий музей. Это все, да, Кировский областной краеведческий музей. Затем в 1988 году у нас открывается музей Циолковского. Он раньше тоже входил в объединение. Тоже был в структуре, да. Да, тоже был в структуре, но позже вот он стал развиваться как музей. Да, самостоятельный. И затем в 1992 году была открыта вязкая кунсткамера. То есть вот посмотрите, на протяжении целого ряда лет, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, у нас открывались музеи. И все это, в общем-то, очень известные музеи. Вот о чем мы раньше говорили. То есть была инициатива, да? Да, была инициатива, она поддерживалась. Причем инициатива зачастую исходила от самого общества. Ну, например, у истоков музея Салтыкова-Щедрина стоял Евгений Дмитриевич Петряев. И до 1968 года в том доме, где когда-то жил Салтыков-Щедрин, находились квартиры. И первоначально Евгений Дмитриевич Петряев вышел с инициативой об открытии такого музея. И производилось расселение жильцов этого дома. И музей сначала занимал не все здания, всего три комнаты. А в остальной части здания еще располагались квартиры. Да, жили люди. Ну и также среди музейных подвижников я не могу не назвать Александра Васильевича Реву. Это очень известный краевед, поэт. И Александр Васильевич очень много сделал для открытия музея Александра Степановича Грина. И этой идеей болел и Евгений Дмитриевич Петряев. И у нас сохранилась переписка Евгения Дмитриевича Петряева с сестрами Александра Степановича Грина. И экспонаты для музея собирались по крупицам. Фотографии, личные вещи. Это все присылалось родственниками Александра Степановича Грина. Ну естественно изучались и местные материалы. И таким образом те музеи, которые у нас сейчас существуют, они во многом появились именно в второй половине XX века. Хотя у нас в нашей структуре имеется и такой очень молодой музей, который открылся в 1914 году. Это музей воинской славы. И здесь тоже с инициативой об открытии этого музея выступил Союз Афганцев. И музей во многом появился благодаря той деятельности, которую вели и ведут воины-интернационалисты. И до сих пор они остаются нашими шефами. И мы очень активно с ними работаем. Насколько сейчас, Михаил Сергеевич, активно пополняется коллекция музеев? Ну нет, у нас единый фонд. В год мы принимаем более 200 музейных предметов. Это хорошая цифра, потому что мало в музее принять какую-то вещь. Нужно составить биографию вот этого предмета, его описание, внести в государственный каталог. Это очень длительная и очень серьезная процедура. И мы очень благодарны, что вот в наш юбилейный год коллекция нашего музея пополняется. И вот 3 февраля, в самый юбилейный день, мы открывали выставку под названием «Жемчужина вятской старины». И на эту выставку нам приносили очень интересные музейные предметы, которые впоследствии войдут в наши коллекции. Ну, например, была подарена жалованная грамота купцам Машковцевым на дворянство. Где она хранилась? Значит, этот подарок мы получили от Натальи Леонидовны Головизниной, директора музея истории образования Кировской области. Ну, были и другие очень интересные предметы. Например, среди наших музейных друзей есть такие очень интересные люди, как братья Дорофеевы. Вот, они подарили такой деревянный самолетик, который изготовили в 1946 году. Вот детская игрушка. А им сейчас за 80. Да, а им сейчас за 80, а маме 102 года, вот 103 года исполнилось где-то вот тут на днях. Ну, и мы рады, что у нашего музея есть такие друзья, которые, ну, готовы к нам прийти, подарить. Подарили очень много книг, вот, и мы, естественно, ну, активно работаем с криведами, с историками и рады тем подаркам, которые нам приносят. Ну, я неспроста задавал вопрос вам в перерыве, да, коллекция пополняется, и, видимо, все-таки назревает вопрос о том, что надо расширяться. Да, вопрос для нас этот очень болезненный. Какие планы у вас конкретно есть? Ну, вот сейчас обсуждается вопрос о том, что мы получим новое здание. Возможно, это станет здание бывших вятских губернских присутственных мест. Это здание на Динамовском проезде, дом 2. Вот, там около 5000 квадратных метров. И, конечно, хотелось бы нам восстановить нашу историческую экспозицию, но уже на новом уровне, рассказать об истории Вятского края, начиная с древнейших времен, завершая сегодняшним днем. Вот, к сожалению, сейчас в основном у нас все выставочные такие вот площадки. Вот, и такую вот экспозицию, которая последовательно бы рассказывала об истории Вятского края, у нас нет. Вот, и возможно, что вот одним из вариантов решения вот этого вопроса будет и как раз вот передача нам здания вятских губернских присутственных мест. Тем более, что в 20-е годы, ну, в такой небольшой какой-то период, наш музей располагался уже вот в этом здании. Завершается время программы, сделанной в Вятке. Я благодарю гостя студии Михаила Судовикова, директора Кировского областного краеведческого музея, доктора исторических наук, профессора. С юбилеем вас и ваших коллег. Спасибо, спасибо большое. Не последний раз, надеюсь, встречаемся в нашей студии, будем рассказывать о нашем краеведческом музее. Спасибо, всего доброго. Всего доброго. Сделано в Вятке. Спасибо. Спасибо.